Дофамин, а также гормон желания или гормон мотивации. С эволюционной точки зрения ваш мозг вознаграждает вас за все, что увеличивает ваши шансы на выживание, высвобождая в ваш мозг гормон под названием дофамин. Вот почему так приятно заниматься сексом или есть большие порции вкусной еды. Потому что мозг думает, что секс это воспроизведение нашего вида, а большие порции вкусной еды это просто длительное насыщение. Рассмотрим один пример. Когда вы подходите к своему холодильнику, перед вами встает вопрос, что выбрать, салат или кусок шоколада? Попить простой воды или сладкий сок? И ваш мозг инстинктивно сподвигнет вас выбрать то, что выделяет для него больше дофамина, поскольку он знает, что это заставит вас получить больше удовольствия. Но как только мозг выделит большую порцию дофамина, он запомнит это и теперь будет стимулировать тягу к предмету удовольствия снова и снова. Для тех, кто уже полюбил есть салат с майонезом, очень тяжело будет есть этот же салат без майонеза. Но самое интересное, что вторым салатом вы наедитесь вдвое быстрее, если конечно теперь вообще захотите его есть. Если вы уже полюбили есть сладкую творожную массу, то обычный творог будет заставить себя есть уже непросто. И так абсолютно во всем. Чем меньше специи, соли или сахара, тем меньше выброс дофамина ваш мозг и тем быстрее происходит насыщение. И в итоге, чтобы испытать чувство насыщения, необходимы меньшие порции. Возможно, в коротком моменте времени разница в порциях не покажется вам значительной. Но если помножить это на трехразовое питание, на дни, недели, месяцы, то придет и понимание, как привычка получать большие порции дофамина влияет на ваше питание, что в итоге влияет на качество потребляемой еды, вес и здоровье в целом. Любой дофаминовый всплеск отлично запоминается и фиксируется в памяти. Так наступает зависимость. И теперь мы не можем жить без этих дофаминовых выбросов. Это главная причина, по которой люди набирают лишний вес или становятся зависимыми. Зависимыми не только от вкусной еды, но и от секса, видеоигр, шопинга, от чего угодно. Дело в том, что дофамин не знает, что для вас хорошо, а что нет. Все, что он видит, это потенциал удовольствия без какого-либо контекста. Суровая реальность заключается в том, что в наше время почти каждая компания использует эту глубоко укоренившуюся систему вознаграждения мозга. Миллионы экспертов и специалистов в области маркетинга, психологии и нейрофизиологии участвуют в разработке своих продуктов и интернет-платформ. Их задача – вызвать как можно большую выработку дофамина в мозге человека, чтобы мы возвращались к ним снова и снова. Именно так работают алгоритмы в социальных сетях. Они выясняют, что вам нравится и стараются рекомендовать вам примерно одно и то же. Все больше и больше. Как и да, короткие развлекательные видео – это, наверное, самый простой и доступный источник бесконечных доз дофамина, который стимулирует ваш мозг каждые 30 секунд. И вы даже не замечаете, что прошло уже несколько часов. Видеоигры же дают нам постоянные всплески дофамина благодаря системе ранжирования, когда мы повышаем свой ранг, получаем больше очков и переходим с одного уровня на следующий. Опасность мгновенного и простого удовлетворения состоит в том, что это не требует от нас никаких усилий. Нам просто нужно потреблять, и мы сразу же получаем в наш мозг новые, огромные порции дофамина. Научно доказано, что дофамин имеет прямое влияние на наше действие и принятие ключевых решений в жизни. И как показывают опыты, дофамин отвечает не только за наше действие, но и за бездействие. Например, когда здоровым лабораторным мышам искусственно заблокировали дофамин, то они сидели на одном месте часами, игнорируя еду, секс, развлечения, и чуть было не погибли от истощения. В то же время, другой эксперимент Олца и Милнера на крысах в 1954-м показал, что если позволить крысе нажимать кнопку для выделения порции дофамина в мозг, то это также приводит к полнейшему безразличию ко всему, кроме этой самой дофаминовой кнопки, что также приводит к быстрой смерти подопытных. Вот почему в конечном итоге дофамин контролирует нас каждый день. Вот почему миллиарды людей неосознанно сосредотачивают всю свою жизнь на удовольствии, а не на создании жизни, которой они хотели бы жить. Это одна из главных причин выгорания и апатии. И это объясняет, почему самая работающая модель успеха в жизни – это когда мы занимаемся любимым делом и получаем от него удовольствие. Именно это даёт вам бесконечный приток мотивации и энергии для действий, а также для обучения и развития в своём деле. От влияния дофамина на нашу жизнь невозможно убежать или спрятаться. Это часть нашего мозга. Дофамин может дать вам огромный запас энергии, приносить удовольствие и радость в вашу жизнь, но также может и разрушить её. Но понимание, как это работает, может помочь вам взять под свой контроль ваши желания, вашу мотивацию и вашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok